На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоялась церемония возложения цветов, посвященная 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Члены правительства, администрации города, разных городских и региональных организаций отдали дань памяти героям блокады у подножия монумента Матери Родины. Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил епископ царско-сельский Маркел. Невозможно без слез вспомнить о событиях Великой Отечественной войны. Одним из которых была осада Ленинграда. 900 дней блокады, 900 дней голода, страданий и холода для его жителей. Вот уже 71 год мы чтим и помним подвиг тех славных героев. Жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положить у Господа это достойный венец. Православная Церковь ежегодно участвует в траурной церемонии. У монумента Матери Родине священнослужители пропели вечную память. В шествии участвовало множество людей, от представителей государственной власти до общественных объединений. Нужно особо отметить присутствие на церемонии школ и военных училищ. Известно, что в блокадном Ленинграде проживало 400 тысяч детей. Мы побеседовали с курсантами Суворовского училища. Я испытываю гордость за своих предков. Также я испытываю уважение. Именно поэтому я нахожусь здесь, в этой форме. Я сам из Тулы. У нас в знаменитой обороне Туле участвовали мальчики, начиная с 14 лет. Мальчики, женщины и сейчас. Сейчас у нас мало кто может в 14 лет пойти на фронт воевать. По-моему, только с ворсами могут пойти. Мы здесь, потому что по-другому быть просто не может. Как воспитываете ваших бойцов? Вот так и воспитываем на понимание необходимости любить родину, любить свой народ, быть в готовности защищать родину. В основе лежит духовность, мораль и нравственность. Вот в этом единении, в этом варианте можно решать эту задачу обучения и воспитания. По сложившейся традиции, в Петербург, специально из Ульяновска, приехала жительница блокадного города. Тогда ей было 9. О грустном сложно говорить. Она помнит множество умерших людей и то, что нельзя забыть – страшный голод. Мужество давало. Вы знаете, что нас в основном согревало тепло и забота взрослых людей. Люди, нас, во-первых, те, кто остались, вот у меня мама работала на заводе «Большевик», и так как это было режимное предприятие, ее не выпускали каждый день, и сил не было ходить каждый день домой. Да, и меня определили в сад. Ясли сад круглосуточный. И вот забота вот этих вот воспитателей, нянечек, которые нас окружали, вот с нами они занимались. Валентина Николаевна приехала из делегации ветеранской организации из Ульяновска. Хотим пожелать ленинградцам мира, добра, благополучия. Дарите добрые слова. От сердца чистого дарите. И лишь любовь всегда права. И лишь любовь всегда права. Своих обидчиков простите. Дарите добрые слова.